ребята привет прощай мне мой растрепанный вид я все еще болею но другого случая уже не будет вам снять эту квартиру потому что через час мы должны из нее уже выехать так что все вперед покажу вам где мы жили несколько дней я даже успел здесь поболеть смотрите начнем с коридора выглядит он вот так на полуплитка двери все одинаковые дом где-то я не знаю на вскидочку 70-х 80-х мне кажется но в хорошем состоянии есть такой странный лифт и внутри просто как твин пикс он весь красный это наша дверь так вот она прихожая дверь хорошая металлическая такая большая бронированная широкая короче вот раньше мне кажется в старых итальянских домах ставили узкие маленькие фанерные двери здесь уже такая массивная крутая что мне понравилось ну замочек обычно вот эта штука я думал что это просто ручечка а нет ребята это засов понимаете и вот вот это мне намного больше нравится чем вот как в израиле такая непонятная хироборинка такая чмяк который непонятно чего защищает если что окей так есть зеркало приятное есть батарейка маленькая подключи ключница интерком вот такая вешалка волкам и сразу я вчера уже для вас заметил косоруки итальянские строители вот так вот замазали заквец или эту люстру дима когда делали ремонт интересная штука я думаю это заглушка вот ну вот сюда идет это люстра такая натяжная окей пойдем сразу отсюда значит тут у нас получается три помещения и вот тут спальня санузел там час аленка посмотрим позже и вот это кухня кухня в италии очень часто делается вот так без окон без дверей вернее с дверью но без окна и мы называем это местом позора потому что непонятно как нужно не любить человека чтобы человеку который будет крутиться на кухне вот такое место предназначить но эта квартира в принципе вся переделана и так что где все было изначально сложно сказать но вот это вот вообще стандартная кухня для италии так батарея есть есть какие-то полочки приятно вот такая маленькая но приятненькая есть микроволновка плита холодильник холодильник морозит кстати отлично все такое знаете дну новенькая очень интересные розетки в италии они состоят из трех вот таких вот штырей из трех пинов вот если нужно включить что-то что больше похоже на обычную европейскую то нужно переходничок тут нам всякие записульки вот еще посмотреть шкаф новая и киевская посуда в основном все икея вот куча всего ну то что куча всего что он не пригодится в короткой поездки хотя какая-то посуда нам пригодилась тут бы есть принципе все вот видите аккуратненько все хорошо выключи яичницу оленка говорит к этой плите нужно реально привыкнуть и нужно убирать ее отсюда потому что она потом долго остывает редко могу сказать про съемные квартиры но на этой вот нет никакого абсолютно отвращения ни от чего и ничего не замазано не замызгана нет какого-то присутствия знаете множество людей тут и куча разных вещей тут начиная от пленки заканчивая там какими-то пакетиками а тут есть специальные пакетики для овощей вот так что ну приятненько серьезно квартиру заехали и так было такое ощущение что то мы бы здесь жили вообще класс так еще вот это вот интересное это техническое помещение с очень непонятной дверью которую я вчера зашел вовнутрь закрыл и не мог открыть меня спасла алена то есть что интересно с с этой стороны нет никакой ручки а ручка только стой зачем вообще здесь нужна эта дверь потому что когда он закрывается все равно здесь присутствует щель я без понятия вот по этому месту как раз видно как квартира переделывалась потому что тут есть штукатурка которую тоже бывает любят в израиле тут есть какие-то остатки чего-то назначение чего-нибудь что это непонятно картина вот тут разводка сантехники вся опять же я думаю что был душ какой-то потому что вот какие-то выходы здесь есть пол кстати немножко наклонен не знаю почему ну тут огромная принципе техническая часть что есть хорошо туда же есть запасной матрас и он в клеенке тут есть какие-то принадлежности для моря выход на улицу стекла правда грязные везде такой вот алюминиевый профиль вот такого цвета ну окей пойдем дальше тут еще думаю тоже вот можно заметить как разные эпохи этой квартиры потому что вот это вот до ламинат вот то какой-то более старый вообще непонятный линолеум а вот это как прям мрамор это спальня спальня реально прикольная огромный шкаф тумбочки все икея самое главное что все это пахнет прям новым картина матрас так себе одному спать нормально вдвоем нет вот но он зато нормальный новый не воняет так тут вот немножко кстати есть какие-то потертости ничего страшного вот тут интересная особенность стиралка офигеть мы не пользовались телек этот я не включал включал другой и шторы есть blackout шторы это очень помогает тут с утра солнце яркое я вам еще хотел показать ну вы видите что это это прекрасно то есть вот вы спите и у вас за окном вот это из-за того что все здесь на каскадах эта квартира в доме как бы на втором этаже поэтому задняя часть выходит вот на стену но вместо стены мы видим куча куча зелени ребята и тут же есть вот такие более старые ставни так показываю санузел санузле опять же самое прекрасное это вот это вот окно окнище потому что даже если она закрыта вы сидите такой на вот этому не тазики и смотрите сюда и вообще не паритесь что ваш кто-то увидит но потому что там вообще непонятно что там какие-то есть какие-то перила короче говоря интимность полная и ощущение зелени за окном крутяк сегодня жарко какой же итальянский дом без беды маська ты пробовала беда я тоже попробовал я не понял прикольно это или нет так есть вот такой душ душ вполне себе что из интересного тут нет краника тут только есть душ вот но все работает всего в хорошем состоянии тут даже все без плесени такая штука этому же сейчас все будем убирать скидывать наши полотенца использованы и раковина зеркало большое есть небольшие на нем потеки окей идем дальше так вот у нас зал большое зеркало кондиционер lg большая тумбочка большой стол который завален сейчас нашими вещами мы уже собираемся и киевские полки нихрину ли ребята вот это просто ради красоты здесь поставили потому что ну видите на нем ничего нет но красиво на фоне таких нужно видосики снимать поставить себе там кнопку ютюба большую хорошую телевизор телевизор я включал все работает что интересно работает без какой-либо приставки шнур просто телевизионный идет вот там вот видно он в основном даже здесь французские каналы видимо потому что он близко очень франции но есть конечно итальянские диван диван такой новенький тоже прикольный в нем внутри он раскладывается в нем внутри еще есть такой матрас который можно положить сверху вот мы там все раскладывали аленка здесь спала я спал тоже так что вполне себе удобно батарея вот приличных размеров и выход уже в следующее пространство зала тут видимо когда-то были двери окно и дверь почему именно здесь они позже непонятно так вторая часть зала ну короче мы думаем что эта часть была раньше балконом вот это его проем и в конце концов его разбили почему такой большой должен быть балкон я не понимаю ну такой глубокий но окей тут еще один диван стулья такой обеденный еще один стол на самом деле видите много они любят много мебели я это видел ни в одной квартире в принципе кресло еще одна тумба довольно большая то есть тумб просто невероятное количество батарея тут интересный момент это бойлер то есть вот тут он постоянно арестончик что-то делает там во внутри еще идет короб все вот это вот еще кстати пустенько но видимо было сделано так то не гипсокартон то есть это было сделано в квартире изначально и по разводке мы тоже можем видеть что квартира не новая то есть такое странновато решение что бойлер отсюда распределяют воду аж другую часть квартиры зеркало ну все ребята вы пришли к самому главному мы пришли именно к тому чего вы и мы ждали перед заселением в эту квартиру это вот сам балкончик двери раздвижные похожие как бы как у нас только крашеные кое-как тут есть закрывающиеся эти трисы жалюзи такие же как у нас на электричестве почему-то они крашеные тоже в этот цвет снаружи окей все ребят смотрим и 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 быстренько что мы видим перед собой это вот есть деревушка спидалетти дальше вот тут это бордигера санрема у нас с левой стороны его не видно видно красивый дом вот видно красивое море это и есть лазурный берег видите как он вдоль берега идет вот таким другим цветом вот это вот оно вода там прозрачная прозрачная тут постоянно баржа вот сейчас ее видно за деревьями только мачты баржа это каждый день кидает камни укрепляет берег там что-то сейчас разравнивают не весь тот берег пляж пляж в основном вот в этой части и внизу это как бы старая часть города вот тут вот она идет 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 все что наверх это уже все более новые это виллы это дома невысокой этажности типа нашего видите никаких высоток ничего вот это вот скоростная платная трасса которая проходит мимо всего этого города не спускается к морю вот там она продолжается видно вот с этим видом мы каждый день просыпаемся и засыпаемся все ребятушки это был краткий и такой сумбурный обзор квартирки нам она понравилась стоимость ее нам вышла в итоге на несколько дней там же в зависимости от того насколько вы берете около 125 долларов в сутки за все про все через airbnb это давайте скажем средняя такая цена средне нижние вот так вот так что здесь да нифига не дешевые квартиры но тем но кроме того что не дешевые так они еще часто и ну знаете такой итальян бабка стая это на удивление другая более новенькая отремонтированная так что мы остались довольны особенно вид конечно здесь просто бимба к сожалению за этот вид приходится расплачиваться своими ногами попами потому что сюда подниматься это какой-то ад вот кажется недалеко но поверьте мне это два километра беспрерывного подъема зато вы завтракаете вот с таким видом и вы понимаете море не идет там далеко а море выше чем ваша половина окна это невероятное ощущение ночью здесь тоже очень красиво луна идет как раз вот слева направо освещает все море целую ночь огни и так далее я вам не смог это нормально снять поверьте мне на слово спасибо за просмотр поставьте свой лайк обязательно напишите свой комментарий понравилось вам не понравилось что вообще думаете про эту квартирку спасибо пока спасибо пока